Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о пятистороннем сотрудничестве на Каспийском море. Для этого у нас в гостях Лидия Пархомчик, эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Республики Казахстан Елбасы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сам этот формат пятисторонний, его получается по каким вопросам осуществлять на Каспийском море? Ну, вообще можно сказать, что весь спектр сотрудничества, который подпадает под эту категорию, он так или иначе охвачен при Каспийской пятеркой. Другое дело, что в каком-то из них оно более успешное, более продвинутое, а в каком-то из них пока укрепилось на уровне такого инициативного, прожектного мышления. Но, тем не менее, нужно отметить, что стремление, по крайней мере, на самом высшем руководящем уровне, к пятистороннему сотрудничеству, оно присутствует. И главный государств в том или ином виде всегда поддерживает те или инициативы проведения различных форумов, выставок, конференций, слеток, учений, состязаний. Вот все это поддерживается сверху очень активно и приветствуется, собственно, теми гражданами-жителями, которые проживают на прикаспийских территориях. Видите, вот Каспийская моря уже само по себе такое, скажем так, специфическое. И поэтому там очень трудно сотрудничать, когда вот Азербайджан, в полном смысле Каспийское государство, да, у него там столица на Каспии. Казахстан, у него на Каспии кладовая, да, то есть там главные запасы углеводородов. Для Ирана Каспия, наверное, скорее всего, стратегический тыл. То есть Россия, ну, с одной стороны, вроде бы она там всем занимается, там, калибрами ты даже с него стреляла. Но вот роль Каспийского моря для России мне не совсем понятна. Скажите, вы же были на Каспийском медиафоруме. Вот Россия, она как для себя обозначает, что для нее такое Каспий? Ну, на самом деле, здесь с вами не соглашусь, потому что для России последние годы роль Каспии, она значительно повысилась. У нее даже была принята специальная стратегия по развитию морских мощностей и транспорта вообще на Каспии, которые включают и затрагивают близлежащие сферы. То есть это экономика, это и политика, это частично и военные какие-то вещи. Вот, то есть для России Каспийский регион становится в одном из таких направлений, по которому политика развивается. И даже очень неплохо поддерживается проведение тех самых пятисторонних форматов, о которых мы с вами, как раз сегодня, да, как бы заявляли говорить. Вот, в том числе, вот если мы говорим о Каспийском медиа-форуме, это один из форматов социально-экономического, социально-культурного сотрудничества на Каспии. Таких, на самом деле, несколько. Вот, формирование общего журналистского пространства, да, единого какого-то понимания, что такое Каспий, с едиными какими-то подходами к обработке и возможности увидеть новости соседа по Каспийскому региону. Вот в этом была суть социально-проведения Каспийского медиа-форума. Уже их прошло пять, да, вот в настоящий момент. Вот, есть очень тоже интересный формат. Это так называемый молодежный трек, потому что каждая из прикаспийских государств в том или ином виде хочет привлечь молодежь к подобным мероприятиям. Казахстан, допустим, в 2017 году проводил свой первый международный молодежный форум из стран прикаспийской печерки, прикаспийских государств. Если я не ошибаюсь, то в седьмой раз Махачкала принимала тоже молодежный форум Каспии 2019. На Астраханском саммите был проведен слет молодых лидеров Каспийского региона, это в 2014 году, и потом Иран как бы повторил, получается, данную конференцию в 2015 году. То есть пока монополии, допустим, на молодежном треке мы не видим, потому что на медиафоруме, это пока мы единственное мероприятие знаем, это Каспийский медиафорум, то на молодежном треке каждая из государства Каспийской печерки хочет... А медиафорум он кочует из государства в государство? Нет, нет, он пробовал исключительно в Астрахани, как бы вот, кто инициировал, то есть российская сторона у нас инициировала проведение данного мероприятия, она как бы закрепилась как хозяйка. Но некоторые мероприятия кочуют. Вот, например, самый старейший формат взаимодействия прикаспийских государств в социо-губерментарном формате – это деятельность ассоциаций вузов прикаспийских государств. Вот, чтобы как бы не соврать, уже больше 20 лет, в 1996 году была создана первая вот эта ассоциация, в которую входили изначально 8 вузов. И наш только один, с Азербайджана один, с России три, с Ирана три. И Туркменистан тогда еще не присутствовал. Сейчас прошло уже 22 генеральные сессии данной ассоциации, то есть работу за прошедший год. И как раз-таки эти сессии, они кочуют. Вот последним было, вот у нас, получается, Атараусским университетом, у них какие газы было проведено. А практические результаты? То есть, получается, те же иранские студенты учатся в Казахстане, или они обмениваются на уровне профессорского преподавательского? Обмен программами, возможность приезжать и на исследовательскую работу. Да, все это как раз-таки вот в формате межвыдустков, взаимодействия на Казахстане, те, кто входит в ассоциацию. Сейчас, по-моему, у нас насчитывается около 55 вузов и научно-исследовательских институтов, включая Туркменистан, что это очень важно. То есть, получается, медиафорум призван погружать в информационное пространство соседних государств. Да, совершенно верно. И вот вы приехали, и что, например, узнали нового про Азербайджан или про Туркменистан? Ну, здесь, наверное, мы, они не ставили задачу рассказать о себе, да, здесь больше необходимо было наладить взаимодействие между медиаструктурами. Вот это, наверное, самое важное. Ну, и какие-то, конечно, были сессии, посвященные подвижению итогов, например, допустим, Каспийская конвенция год спустя. Вот было такое интересное, такое итоговое, что поизменилось, есть ли, какие перспективы роста. Вот это тоже все обсуждалось, но это было не главное, на самом деле, на Каспийском медиафоруме, потому что это действительно форум для общения журналистов. Вот, и это, в принципе, достаточно понятно, потому что, как корабль назовешь, так он выплывет. А давайте вот так вот, по блокам, например, экономика, да, вот, на сегодняшний момент о каких успехах можно отчитаться и какие существуют проблемы? Ну, и потом дальше, транспорт, экология, военщина. Вот, если говорить об экономике, то, наверное, самым успешным, действительно, в реализации это было проведение первой Каспийской экономической форумы, который вот как раз-таки в 19-м году, так сказать, в день Каспия, да, был, прошел в Туркменистане, вот, в туристической зоне Аваза. Причем к этому ушли достаточно долго. Вот, не поверите, но еще вот сразу после распада Советского Союза в 92-м году была выдавлена инициатива о экономической кооперации на Каспийском море. То есть это было... Полшанда, с килькой разбираться, с кораблями разбираться. Здесь даже не сколько килька и корабли, сколько вот организация Каспийского экономического сотрудничества. Вот полноценная структура, которая бы стимулировала рост торговли, товарооборота между прикаспийскими и государствами. Вот, эта идея стала обсуждаться. Она обсуждалась на протяжении, там, около, от двух до шести лет, в зависимости от того, как считать. Вот, проводились даже специальные встречи, насколько это реально, значит, организовать подобную структуру. Но вот к тому моменту, как оформилась официальная процедура переговорного процесса по установлению статуса, то есть это 96-й год как раз, инициатива, в принципе, потеряла свою актуальность, потому что все поняли, что просто так взаимодействовать в рамках организации без установления статуса практически нереально. И она была как бы отодвинута. Ну, периодически она всплывала, то есть в той или иной степени периодичности. Иногда громче звучали призывы, иногда их практически было не слышно. Вот, поэтому, но бизнес на Каспии как бы никуда не уходил, да, и ему нужны были какие-то возможности для того, чтобы увидеть возможных потенциальных коллег, значит, на соседнем береге, либо рядом, либо через, да, значит, Каспийское море. Вот, и тогда первый раз подобное, что тут было проведено, в Астрахани у нас прошел первый Каспийский бизнес-форум. Это вот параллельно с саммитом как раз опробовали формат. То есть насколько бизнес вообще интересно встречаться в рамках какого-то Каспийского диалога, оказалось интересно. И когда было подписано соответствующее соглашение о торгово-экономическом взаимодействии на Каспии, вот, там была выделена специальная статья, специальный пункт о необходимости на регулярной основе проведения Каспийских экономических форумов. То есть это фактически, так как мы данное соглашение ратифицировали, как и все остальные государства при Каспии, то есть мы подтвердили, что это для нас является приоритетом, и мы к этому как бы будем стремиться. Вот, собственно, и получилось. Следующий Каспийский экономический форум будет проходить у нас в Астрахани. Российская сторона будет принимающей, правда, не в следующем году, а вот через год, 21 год. Это как формат биеннале перешел, раз в два года. Да, то есть это уже не монопольное мероприятие будет, как, допустим, Каспийский медиафорум. То есть каждая страна по очереди будет проводить у себя экономическую встречу и бизнеса, и госструктуру, и возможные выставки, конференции. Все это как бы в экономический бизнес-форум включается. И так просто, это не просто как бы мое предположение, это так, собственно, по соглашению было решено. То есть есть определенные форматы, которые перспективны. И даже этот формат на самом деле более перспективен, чем формирование организации экономического сотрудничества. Потому что для организации характерна четко выстроенная структура. То есть, вот я повторюсь, это уже не раз было озвучено, но чтобы было более понятно. Весь товарооборот на Каспии, 70% его, формируется за счет одной пары. Это российско-казахстанская торговля. Для того, чтобы организация была успешной, нужно более диверсифицировать, получается, товарооборот. Пока на современном этапе мы к этому только стремимся. У нас есть к этому очень активное целеполагание. И экономический бизнес-форум как раз-таки одна из возможных лазеек, дверей, через которые мы можем прийти к этому самому целеполаганию. А в чем проблема? Просто, например, ковры или все остальные товары, они не очень пользуются спросом? Либо похожая продукция в государстве? Например, Россия, она же не закупает у Ирана нефть. И, соответственно, Ирану и России тоже. Да, дело в том, что если мы посмотрим на структуру торговли, то она, во-первых, ориентирована не всегда на весь масштаб страны, получается, а, допустим, очень много ориентирована на непосредственно прикаспийские области. То есть куда-то овощи завести? Да, да, совершенно верно. Есть, конечно, исключения. Особенно, если мы говорим, допустим, о кандидатском экспорте. Допустим, тот же Иран или Туркменистан. Они более направлены на масштаб страны, нежели на масштаб области. Но провинции или Ваилята. Но, тем не менее, это не отменяет его факта, что все мы ориентированы на продажу наших энергоресурсов. Вся пятерка. Это основной наш продукт. И поэтому найти... Получается, все эти энергоресурсы продаются не друг другу, а вовне. Совершенно верно. И с этим здесь огромное поле для простора, для деятельности, для творчества, чтобы этот самый крен перевести в более балансное положение. А транспортные коридоры, они за прошедший год как-то себя укрепили, ослабили? Что с ними? Да, вот если мы говорим про транспорту, то, если так посмотреть на карту, то мы можем достаточно с легкостью определить, что Каспийские государства, они иногда разбиваются на пары, иногда разбиваются как бы на тройственные союзы по вхождению в тот или иной транспортный проект. Допустим, транскаспийский маршрут или Себер-Юг. Но вот если, допустим, Тарасека, если мы говорим о Себер-Юг, то пока это технический единственный международный проект, транспортный коридор, в состав которого входит вся прикаспийская пятерка. Включая Туркменистан, если мы помним, у нас железная дорога была построена, как раз таки Казахстан, Туркменистан, Иран, которая является такой частью полукольца Каспийского, которая как раз таки, по крайней мере, технически является основной частью проекта Север-Юг. То есть у нас западное полукольцо железнодорожное и восточное полукольцо железнодорожное. Но другой момент, что даже сами российские наши партнеры признают, что пока транспортный товарооборот в рамках данного маршрута не набирает той самой критической массы, чтобы говорить, что да, действительно, он заработал на полную мощность. Такие спорадические поставки чего-либо. Они идут, но пока нет системы единой тарификации, нет какого-то руководящего органа. Все к этому должно прийти в скором, может быть, или среднесрочной перспективе. И тогда мы можем говорить, что да, Север-Юг заработал, и все страны прикаспийцы принимают в нем активное участие. Для того, чтобы все это заработало, весь этот механизм, к сожалению, нужно еще немножечко подождать, так сказать. Такая восточная, голосовский подход. Но что интересно, это не отменяет того факта, что государства и регионы пытаются взаимодействовать в менее масштабном проекте, в региональных масштабах. Допустим, 2009 год, это был год, когда впервые было проведено пятистороннее совместное заседание администрации Каспийских портов. То есть здесь мы уже говорим о том, что все страны направили на это совещание своих представителей. Портов на Каспии достаточно. На первом заседании у нас, по-моему, было 9 представителей, 9 портов, потому что ирана на Каспии как минимум 3 крупных, а еще сколько мелких, так сказать. У нас уже 2, получается, крупных транспортных хаба на Каспийском побережье. У России 3, сейчас строится 4. То есть есть кому о чем поговорить, о том, каким образом информировать друг друга о проведении рейсовых каких-то поставок, правила навигации, особенностей, формирование общей системы. До сих пор, допустим, очень на повестке дня стоит создание какого-то интернет-ресурса, который бы в онлайн-режиме отслеживал передвижение кораблей, естественно, для портовой администрации, всех товарных судов, танкеров и так далее. Чтобы это можно было сделать собственным ресурсом и устранить шероховатости в подготовке комиссариата, то есть специального документа, сопровождающего тот или иной груз на Каспии. Снова к этому возвращаемся. Это в рамках последней встречи, которая была проведена у нас в сентябре 2018 года. В октябре должна быть проведена еще одна такая встреча. Надеемся, что какой-то подвижки в данном отношении тоже будет. То есть можно сказать, что прогресс медленно, но идет. Совершенно верно. То есть такой формат интересен достаточно, во многом даже уникален, потому что вообще правила судоходства на Каспии только-только начинают оформляться в какие-то договорную основу. Потому что как раз-таки на повестке дня стоит подписание специального протокола о особенностях судоходства. А есть еще у Татминистана инициатива даже писать специальные соглашения. То есть есть у нас соглашение о транспорте, получается, которое было подписано на Каспийском саммите, в одном из четвертом, если быть точным, то это просто о транспорте. А есть еще инициатива подписать именно специализированное соглашение о морском транспорте на Каспии, которое бы включало все вот эти вот аспекты, как у нас торговое судоходство будет происходить. У нас есть специальное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии, но оно касается именно взаимодействия военных судов. То есть каким образом корабли должны сигнализировать о приближении, какие у них правила захождения в порты, какие у них есть особенные сигналы для, допустим, экстренных ситуаций. Все это прописано в этом соглашении. А морское судоходство требует как бы своей отдельной, так сказать, юридической базы. А по рыболовству на Каспии вопрос решен в пятистороннем формате? Здесь, опять-таки, да, есть попытки и устремление к тому, чтобы и этот вопрос тоже ввести, закрыть с точки зрения юридического оформления. Вот так же, как и морское судоходство. Но здесь немножечко полегче, потому что практику как бы вылобы рыбы у нас никто не отменял. Морские плоты, они у нас действуют как бы с самого начала. Какая практика происходила, так она и происходит. Единственное, что квоты на вылобы рыбы, вот это да, это изменения. Это как раз по вопросу об экологическом взаимодействии на Каспии. То есть когда у нас была подписана Тегеранская конвенция о том, что рационально надо использовать Каспийские ресурсы. Потом у нас был введен, если помните, мораторий на промышленные, коммерческие выловы рыбы, цитровых пород. Вот если стали обращать внимание на уже такой же биологический суд, как Килька, как вы справедливо отметили, прошлый год как раз был посвящен тому, чтобы восстановить популяцию. Вроде бы даже есть определенные успехи, потому что это российская страна рапортовала о том, что за несколько лет первые коммерческие выловы рыбы показывают очень значительное прибавление, так сказать. Что не может не радовать на самом деле. Вот Казахстан, Ассербайджан и Россия очень активно принимают участие в восстановлении популяции, в воспроизведении получается осетровых. И если данная практика будет продолжена, то и к ним присоединится еще Туркменистан, то вот это и будет тоже как раз таки быть несторонний формат зимой действия. Давайте посмотрим на ситуацию глазами Казахстана. У него есть какие-нибудь неразрешимые противоречия с прикаспийскими государствами по любому из вопросов? Военное, транспортное, нефтяное? Ну, допустим, если брать военное, то есть у нас наиболее дружественное отношение со всеми, в принципе, государствами. У нас потеплели, если так можно выразить, соотношения с иранской стороной, потому что буквально последние два года мы наблюдаем дружественные заходы военных судов иранской стороны в Корт-Актау. Так какие официальные визиты? Да, официальные визиты. Это очень важно с точки зрения установления доверительных отношений, потому что ответные визиты и мы также наносим к нашим иранским партнерам, чего раньше не было, на самом деле. То есть уровень доверия между структурами ВМФ увеличивается, и это не может не радовать. Вот если, ну, чтобы быть конкретной, на Каспии уже давно-давно практикуется проведение военно-учебных таких состязаний. Это Кубок моря. Вот каждый год принимают участие передовые корабли. И играют кто кого быстрее потопит. Ну, не потопит артиллерийская стрельба, устранение механических повреждений, отражение условного противника. Это состязательная основа. То есть мы смотрим, какие экипажи более подготовлены к тем или иным штатным и нештатным ситуациям. Если раньше в данном Кубке Каспия принимали участие исключительно Казахстан, Россия и Азербайджан, он, кстати, Азербайджан не может не принимать участие, потому что этот Кубок проводится в Баку традиционно, то с 16-го года у нас присоединился Иран. Обещая нейтральная Туркменистан, он как бы в этом не участвует. К сожалению, да. Мы пока не наблюдаем показа интересованности, потому что Туркменистан присоединился к данному состязательному процессу. Но как только это произойдет, а рано или поздно это должно произойти, потому что у Туркменистана наиболее молодые военно-морские силы. Указ об их формировании был подписан в 2012 году. То есть очень молодые, возможно, просто от неопытности. Но это как раз таки все решается временем. То есть рано или поздно и Туркменистан также, возможно, будет принимать участие в данном состязании, который носит именно такой дружеский характер. То есть мы говорим уже о Каспийском каком-то едином понимании взаимодействия военно-морских сил. Это очень интересно. То есть получается, у Казахстана неразрешимых противоречий нет, и процесс налаживания контактов идет и продолжается. Да, совершенно верно. И так как мы подписали конвенцию, надо вообще признать, что работа по выстраиванию выстраиванию дружеских отношений с нашими соседями по Каспии, она шла параллельно к подписанию конвенции. То есть работа над финальным текстом не останавливала того факта, того, что мы, Каспий, это море дружбы, и нужно взаимодействовать именно в ключе дружеских отношений. Вот в каком бы то ни было формате. Не все, конечно, происходит ежесекундно. Вот для этого нужно время, потому что самые различные форматы взаимодействия происходят. Мне очень понравилось, к сожалению, сейчас последние годы не проводят, но был такой формат взаимодействия, международный фестиваль театра кукол при Каспийских государств. То есть мы уже переходим на такие интересные формы, которые именно практически. То есть вот кукольники встретились, вот в этом году прошел фестиваль национальных театров при Каспийских государств. Ну, чем, как говорится, не поле для творческой фантазии, какими еще возможностями обладают при Каспийской стране в плане того, чтобы наладить диалог, и пятисторонний именно диалог, и тут принципиально важно, чтобы все принимали посильное участие в данном формате, потому что если это будут встречи двусторонние или трехсторонние в формате, она не добьется того результата, на который рассчитывают организаторы. Большое спасибо. У нас в гостях была Лидия Пархомчик. Мы разбирались с форматами сотрудничества на Каспийск. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok